У нас сегодня 21 веков и 21 век. Потрясающе! Моя душа радуется душевной радостью, так же, как и у нас всех. Друзья мои! Добрый день, дорогие друзья! Мы в Народном Центре, я Александр Рязанов. И сегодня мы продолжаем наши познавательные беседы с Михаилом Михайловичем. Добрый день! Михаил Михайлович Рульков. Рульков, по дружбе уже, Михаил Михайлович. Понятно. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вы очень, наверное, терпеливо ждали новой встречи со мной. Смею так надеяться. Сегодня пойдет разговор о нашей Конституции. Александр Иванович задал тему, поэтому я обращаюсь к вам. Ну да, тема у нас сегодня понятная и близкая. Декабрь на дворе, уже канун Нового года. То есть, поскольку декабрь у нас очень богат на всякие разные годовщины Конституции, то, естественно, эту тему мы не смогли не коснуться. 5 декабря, вы знаете, была годовщина Конституции Сталинской 1936 года. 12 декабря была годовщина Конституции 1993 года. Собственно говоря, в большой мере о ней у нас речь сегодня и пойдет. Почему? Потому что, ну, ни для кого не секрет, Конституция – это основной закон. Живем мы по этому основному закону. И, наверное, большинство согласится, что что-то в нашей жизни происходит не так. А кто-то, может быть, даже скажет, что многое не так. Совсем мы не живем так, как хотелось бы нам жить. Виноват ли в этом основной закон, по которому живет наше сегодняшнее общество? Есть ли у нас вопросы к этому основному закону? Может быть, что-то в нем не так? Ведь Конституция, в конце концов, это не священная корова, которая один раз принимается и на вечность, бесконечность. Для маленького примера, ныне действующая Конституция во Франции, ну, никто не будет говорить, Франция – демократическая страна, там Европа – это уже 16-я по счету Конституции, ничего, Деголевская, 58-го года. Живут себе французы при Конституции, которые меняют, как перчатки, и ничего себе. Так вот, вопрос мой простой. Михаил Михайлович, скажите, насколько с вашей профессиональной точки зрения, ныне действующая, по которой живет наше российское общество, Конституция, совершенна? Совершенна ли она? И если не совершенна, то, с вашей точки зрения, в чем она несовершенна? Как ее нужно, в какую сторону менять, чтобы жизнь наша, наконец, стала человечной? Прошу вас. Ну, Александр Иванович, вы задали такую тему, которая уходит глубоко, корнями вниз, глубь и вверх. То есть, что такое Конституция? Это Кон. Слово Кон – это определяющее. Почему? Есть Конституция, есть Конфедерация, есть Кондовый. Конструкция. Ну, дальше не будем. Да, много чего. То есть, очень много. Почему? Потому что основополагающее в Великом космосе – это Кон. То, что установил Творец. Универсальный Кон, да. Да, да. А все остальное – это находится законом. И вот закон, который мы считаем основным, он таковым 93-го года не является. Не является почему? Потому что, исходя из того, что к избирательным урнам пришли люди с паспортами СССР, а голосовали за проект Конституции Российской Федерации, то, естественно… Очень важно. То есть, люди голосовали не за Конституцию в 93-м году, а за проект Конституции? Да, они голосовали за проект Конституции. Очень важное добавление. Но при этом, при этом, значит, люди, пришедшие с паспортами СССР, голосовали за Конституцию другого государства. Изменить запятую – это уже другое государство. Поэтому за Конституцию другого государства – это юридический нонсенс. Я говорю вам, как советник юстиции. Поэтому с этой точки зрения Ельцин и сотоварищи сделали всех пришедших к избирательным урнам, сделали соучастникам своего преступления. Ну, невольными, невольными. Вина у них нет. Ну, нет, нет, нет. Ну, человек должен думать. На то ему и товарищи сдал право выбора. Он мог не прийти, не согласный вот с такой постановкой вопроса, он мог прийти и голосовать против. Но даже голосуя против, он признавал уже то, что свершилось в 1991 году, совершился государственный переворот и всё остальное сопутствующее этому. Поэтому сегодня я хочу развеять вот этот миф о Конституции 1993 года. Начну с самого обыкновенного. Я собрал доказательную базу. Вот видно будет, да, операторы? Доказательную базу. Почему нельзя основываться в правопривательной практике на Конституции 1993 года? Потому что постановления правительства Российской Федерации не имеют юридической силы. Ведь назначают референдум по Конституции, назначают Верховный Совет. Верховный Совет в момент, когда, значит, принималась так называемая Конституция 1993 года, был разогнан. И невозможно было, значит, тому органу, который должен был объявить о референдуме, его просто не существовало. Это первое преступление, которое совершил господин Ельцин. То есть расстрел Белого Дома – это доказательство налицо того, что Верховного Совета не было. Интересно. Дальше, значит, я уже сказал, что люди, пришедшие, это второе преступление. Как потом проект Конституции вдруг, значит, 12 декабря был объявлен в российской газете как принятая Конституция. Вы меня извините, но 11 ноября, накануне месяца того, когда была, значит, опубликована в российской газете, в той же российской газете было написано, что всенародно 12 декабря принята Конституция. В ноябре, 11 ноября, и это имеется, и это всё, если наши операторы покажут, там есть все ссылки. То есть за месяц до голосования газета уже продекларировала сам факт того, что уже принята Конституция, за которую ещё никто не голосовал. Очень интересно. Вот. Но это ещё не всё. Понимая это, наш президент Владимир Владимирович Путин публикует вот такую Конституцию. Нет, это Ельцин. Нет, это не Ельцин, это уже Путин. Это уже Путин. Почему? Потому что она была напечатана, она была напечатана явочным порядком. Значит, мне извините, ну, чтобы вам было понятно, у меня тут есть... А можно взглянуть на эту Конституцию? Что это такое, да? Очень интересно, но здесь, по-моему, стоит 92-й год. 92-й год, да. А почему так происходит? А вот, пожалуйста, миллион экземпляров. Ну, потому что весь просвечённый мир не принял ни переворот, совершённый в 91-м году, ни принятие вот этой Конституции 93-го года. И Владимиру Владимировичу в срочном явочном порядке пришлось вот это дело сделать. Поэтому, исходя из того, что, значит, мир не признаёт это, вот эта Конституция, она как бы сглажила вот эти углы. Ну, то есть, смотрите, правильно ли я понимаю, да, что к тому моменту, когда президентом России стал Владимир Владимирович Путин, нужно было как-то приводить вот это несуразное положение в соответствие с реальной жизнью. То есть, легитимировать хоть как-то, правильно? Ну, как-то не легитимировать, это всё равно невозможно исправить. Я в своё время предлагал Владимир Владимировичу Путину, и мои, значит, статьи до него доходили. Я видел, что он где-то, где-то что-то исполняет из тех рекомендаций, которые я давал. Но, в основном, вот те реперные точки, которые я обозначал, он эту черту, как сейчас принято называть, красную черту, не переходил. Поэтому рождается вот такой документ. Это дипломатический паспорт. Он отпечатан в 2016 году. Дипломатический паспорт Союза СССР. То есть, Российской Федерации, как таковая, не существует. Это просто территория. А существует Советский Союз с разрушенными органами управления, власти и всего остального. Поэтому всё, что не является Советским Союзом, это не легитимно. Поэтому на сегодняшний момент, чтобы стать в ряд нормальных государств, мы должны произвести некую реформу. Реформу Конституции раз, реформу государственного устройства два и много-много чего ещё нужно. Можно я вопрос задам? То есть, правильно ли я понимаю, что все дипломаты нынешние, это 2016 год дипломатический паспорт, имеют дипломатические паспорта Советского Союза? Совершенно верно. Вот как пример, да? И вот эту книжечку, которая вы держите в руках. Выезжая за пределы Российской Федерации, они имеют дипломатический паспорт Советского Союза и вот эту Конституцию. Почему? Потому что эта Конституция 1992 года, она сдержится на Конституцию РСФСР 1978 года. Но если мы откроем в этой Конституции судебную власть, я не буду открывать, я просто подцитирую по памяти. Значит, судебные судьи избираются на 10-летний срок, вместе с ними избираются народные заседатели. Так было при советской власти, о которой вы так печётесь и ратуете за народный социализм. Вот тогда это был действительно народный социализм. Но на сегодняшний момент судьи не избираются, а назначаются президентом. По жизни, да? Нет, не по жизни, на определённый срок. Но смысл заключается в том, что назначается главой государства. Значит, как вы думаете, разбирая то или иное дело по существу, на что он будет опираться? Раз его назначил президент, значит, он будет выполнять роль ту, которую ему уготовил президент. Ну, знаете, на самом деле, хорошо бы у нас судьи исполняли бы роль, которую ему готовил президент. Но они же исполняют роль, многие судьи, во многих решениях другую совсем. Нет, можно я всё-таки возражу вам? Смотрите, когда вместе с судьями избирались народные заседатели, народные заседатели, они избирались из коллектива, из рабочего коллектива, научного, неважно какой. Из народа. Им не нужно было иметь юридического образования, а у русских людей, значит, всегда, ну, как сказать... Ощущение справедливости. Справедливость выше закона. Это то, что дал творец русскому народу. То есть, не закон правит, потому что это законом, а правит сердцем, справедливость. И тогда это всё уравновешивалось. А сейчас единоличный судья сам с собой посоветовался, и отвод судья, когда человек видит, что не его сторону принимает, несправедливо... Необъективно, да. Необъективно, да. Он сам с собой посоветовался, он ему делает отвод, а тот продолжает это всё. Раньше у меня была очень интересная придумка, я её часто пользовался, потом адвокаты стали это пользоваться. Когда суд происходит, то первый вопрос, который задаёт, доверяете ли вы суду? На что я придумал очень интересную придумку. Какая? Я говорю, я вас не видел, я вас не знаю, я оценил своё доверие в миллион евро. Я не вижу здесь, значит, нотариуса, который должен нашу сделку зафиксировать. Или же вы должны сказать, что вы будете судить не по закону, а вы будете судить по справедливости. На что, конечно, ни один судья, который тем более назначен главой государства, он на это дело не пойдёт. Поэтому возникает вот такой нонсенс. Этот нонсенс у меня вылился вот в такое, сейчас вам объясню. У меня есть личные, ну как сказать, личные претензии господину Собянину. Собянин в 2020 году заблокировал карточки москвича, работающих москвичей, которым свыше 60 лет. У меня в том числе. Вот этот документ, вы можете с ним ознакомиться. Посмотрите, 20 число. Но тогда это обошлось малой кровью, потому что неожиданно я попал, значит, под коронавирус, который сейчас запрещен от темы это, хотя я не понимаю почему. И после выхода, значит, у меня было, как сказать, у меня были хорошие титры, и в этом вопросе меня никто уже остановить не мог. То есть у меня разблокировали карту. А в этом году, 9 октября, я попал, вот под второе же. Поэтому я обратился, значит, председателем Следственного комитета генерала юстиции Бастрыкина сначала с одним, вот, заявлением, да, а потом вдогоночку вторым. Почему? Потому что в первом я не указал причину, почему у меня такие с ним происходят тёрки, а потому что... С Собяниным. С Собяниным, да. Я нашёл ту организацию, которая блокирует, это Московский социальный регистр, который изготавляет карточки для студентов, для, значит, детей, матерей-одиночек, в том числе и вот эти... Для пенсионеров, да. Я подал заявление туда. Я трижды подавал заявление, и выходил какой-то там клерк, который говорит, нету здесь такого, значит, руководителя. А, то есть они скрывались? Мало того, что они скрывались, они врали. Я вынужден был обратиться в межрайонную прокуратуру Замскворецкого района для того, чтобы всё-таки... Принудить. Принудить к этому делу. И на сегодняшний момент, значит, когда я давал две телеграммы, значит, телеграммы, ну, которые носят телеграммы, ему тоже самое собрали. Но я думал, что мне врут, но врали даже в почте. В результате я пришёл к заведующей почте, забрал вот эти телеграммы и поехал в тот департамент информационной политики московского правительства, где всё-таки у меня это приняли. И на сегодняшний момент ответа не привета нету, а прошёл месяц. А месяц это даётся срок любому. То есть получается, что вот ведомство не товарища Собянина, мало того, что нарушило права вот миллионов пенсионеров. Ну, я... В частности, вот и ваши права, да? Ну, моё это право нарушено, я сейчас объясню почему. Значит, всё дело в том, что десятки тысяч москвичей, работающих москвичей, которые свыше, значит, 60 лет, у них проблемы какие? Они вынуждены были ездить на работу за свои деньги. А что сделал господин Собянин в 2020 году? В ноябре месяце, конечно, не было пересмотра в сторону уменьшения, значит, бюджета российского, ну, московского правительства, и они сделали себе так называемые премии, сэкономленные деньги. Никто не стал уменьшать. Два месяца, а вы мне, извините, десятки тысяч москвичей умножьте хотя бы на тысячу в день, они проезжали, то это приличная сумма. А то, что произошло сейчас, произошло ужасное. Те же самые москвичи опять продолжают ездить, значит, за свой счёт, никто не хочет, значит, ну, во-первых, работа заставляет человека жить. Как только он уходит на пенсию и ничего не делает, он скоростью уходит в мир иной. А со мной подошло следующее. Значит, у меня пять уголовных дел. Которые ведёшь, да? Которые я веду. Одно из них, одно из них в Адыгее. Значит, заблокировав мне карту москвича, я не смог попасть на последнее заседание, где объявлялся приговор. Приговор оказался слишком мягким, но моё неприбытие никто не рассматривал. И в результате я об этом сигнализировал в Верховный суд Республики Адыгея. Председатель суда я с ним лично там встречался, с прокурором, значит, Адыгея встречался. И что в результате? А в результате получилось то, что сейчас я вынужден теперь буду обращаться в Странбургский суд по правам человека. Почему? Потому что я обратился в Верховный суд Российской Федерации. Вот уже конверт. И вот целая эпопея, целая книга. Вот что значит нарушать Конституцию. В Верховный совет. У меня было три. Сейчас я только открою, чтобы... Ничего я так это самое... Значит, обратите внимание. Заявление об уголовном преступлении судей Республики Адыгея 3-го числа. 13-го я сделал дополнение. И вместо того, чтобы из 170 судей Верховного суда Российской Федерации мне отвечают... Прочитайте, пожалуйста. Не буду читать, да. Ведущий консультант. То есть, какой-то маленький клерк. Клерк, который ни за что не отвечает. Вы можете представить, да? Ну, понятно. Отлично. Что в результате? В результате я теперь вынужден буду обратиться... Во-первых, я обратился к господину Бастрыкину, чтобы совместить то, что было с Собяниным, потому что имеет причинно-следственную связь это всё. Вот. И теперь уже хочу пригвоздить вот этого ведущего специалиста. Заодно посоромить вот этих 170 судей. Неужели не нашлось среди 170? Ответить по такому резонансному делу. Я беру только резонансные дела. В результате? В результате Страмбургский суд. Но тогда мне извините. Что получится? А получится следующее. Поскольку уже целый год длится вот это судилище по дорожным транспортным происшествиям, то целый год... В Адыгее, да? В Адыгее, да. Это целый год. Но ещё там немножко... То есть где-то приблизительно 400 дней. Умножаем на 2000 евро в день. Это по уголовному делу. И в рамках уголовного дела ещё и гражданский иск, который тоже там не рассматривали... Не рассматривал этот судья районного... Тахтамукайского районного суда. Хотя там было заявлено. То есть 2200 евро в день, умножаем на 400 дней, и получаем очень приличную сумму. Более того, значит, поскольку нарушены её права на защиту, а мои права на профессию, то эта сумма удваивается. И я подсчитал, где-то приблизительно около 200 миллионов рублей будет списано с бюджета Российской Федерации. Я не знаю, что сделает господин Путин с Верховным Советом Адыгее, с Верховным Советом Российской Федерации. С судом, судом, да. С судом, да. Я имею в виду с этими ребятами, которые не выполняют конституционных норм. Ну хорошо. Если попробовать всё-таки обобщить немного, да, то получается, что вот права людей сегодня по большому счёту никто не защищает. То есть люди не защищены ни от произвола тех, кто должен был бы их защищать, ни от произвола тех, кто должен был бы контролировать этих вот защищающих судей. Ну тогда маленькую вишенку на торте можно? Ну да. Вот у меня есть такая книга. Александр Коржаков. Борис Ельцин. «От рассвета до заката». Послесловие. Что это, о чём это говорит? Это тоже, о той же самой Конституции. Я зачитываю. Я с ним встречался 20-го, 10-го. Только-только вышел из пандемии. И мне пишет. Коллеги генерал-кандинант юстиции Рулькова Михаила Михайловича с уважением и на добрую память от автора. А мы с ним познакомились тогда, когда Ельцин приезжал, а я был председателем городской избирательной комиссии города Зеленограда. То есть это уже четверть века назад? Да, четверть века назад. И мы с Сажей тогда познакомились. Почему? Когда... Это Кожаков Саша, да? Да, да, да. Саша, ну, для меня он Саша. Когда генерал-кандинант, и до сих пор числится в Комитете по обороне, потому что он слишком много знает о делах неправильных господина Ельцина. И когда я у него был, он мне подарил книгу, он сказал, Михайлович, а ты знаешь, что вот ребята из чрезвычайно, вот те из ГКЧП, они абсолютно были правы. Я прочитал вот их воззвание о чрезвычайном положении. Я готов расписаться, как юрист, как советник юстиции, готов расписаться за каждое слово. Просто не нашлось более такого жесткого руководителя. Ильинаев, конечно, был слабоват для этих целей. И тогда бы всё, история бы повернулась бы совершенно по-другому. Это вот недавно вы с ним говорили, да? Да, да, да. То есть вот такая метаморфоза человека, да, вот за это время? Да, это всё опять связано с Конституцией. Опять же, да, попробуем обобщить. Получается, что люди так... Можно я ещё так учу? Извиняюсь. И когда мы с ним разговаривали, он мне говорит, ты знаешь, что было в тот период, когда штурмовали Белый дом? Он пил, говорит, напропалую. Ельцин пил, да? Ельцин пил, да. Но когда, значит, я сказал Борису Николаевичу, наверное, надо всё-таки привести себя в нормальный вид, он сказал, нечего мне учить, но Саша ему говорит, вы, Борис Николаевич, понимаете, что от подвала Белого дома, где вы находитесь, до ворот американского посольства ровно 200 метров. Мы с вами ходили. В то время был, как сейчас помню, господин Мэтлок был послом Соединённых Штатов Российской Федерации. И Мэтлок ему сказал, Борис, если возникнут какие-то проблемы и начнут вас арестовывать, то мы выстроим эти 200 метров морскими пехотинцами, и ты попросишь политическое убежище. Вот как могла повернуться история. Вы можете себе представить, что такой человек? Поэтому я, завершая всё, что связано было с Конституцией, хочу сказать, уважаемый Александр Иванович, Вы дали мне такую шикарную площадку, Народный Центр, Народный Социализм, как это называется? Но это единственная перспектива для нашей страны, для нашего государства и для нашего народа. Так что вот так. Если позволите, два слова. Смотрите, вот Вы назвали таких серьёзных чиновников, вот, например, Александр Иванович Бастрыкин, да? Мы все свидетели в последнее время, вот, чиновники такого ранга делают серьёзные, такие знаковые заявления, где они утверждают буквально, что по теме образования, например, ещё другим темам, нам пора вернуться к советской системе. То есть советская система всё-таки в своём роде была уникальной, для народной и, в общем-то, народной. А с учётом того, что нынешняя Конституция получается такая у нас, не очень утвёрдо стоящая на почве, на нашей земле, да? Да, её просто нету. Вот. Другое дело, почему Владимир Владимирович не воспользовался моим советом и всё-таки не собрал Конституционное собрание для того, чтобы новую Конституцию... Если позволите, я выскажу своё предположение, да? На самом деле, мы же помним прекрасно, что 25 декабря 1991 года над Кремлём спустили красный флаг. Вот скоро у нас будет годовщина, 30 лет этой даты. И кто знает, с учётом нелегитимности Беловежских соглашений, ведь оригинального документа по Беловежским соглашениям никто не видел. Я выскажу предположение, что оно, может быть, и есть где-нибудь, но, по крайней мере, никто не предъявил его, ни Ельцин, никто. А с учётом того, что Ельцин подписался ещё под законом 2094, вы это лучше, я думаю, чем кто бы то ни было знаете, как президент уже РСФСР, такой должности тогда принципиально не было, да? То есть под законом подписался Ельцин, президентом РСФСР, должность несуществующая, и в этом законе прямой обман. То есть в первом пункте этого закона звучит буквально, что якобы Верховный Совет одобрил переименование государства. А документа о переименовании государства из РСФСР в РФ тоже никто никогда не представил. А можно ещё маленькую вишенку на торте? Я хочу назвать тех фигурантов, по-другому я не могу их назвать, фигурантов, те, которые писали под диктовку западных спецслужб, писали Конституцию 93-го года. Она так и называется, Конституция Алексеева Шахрая. Алексеев был великолепный юрист, международник, тот, который мог, ну, как бы продался за 30 серебряных. Шахрай был всего лишь на всё, так, под мастерия. Я когда общался с преподавателями МГУ, где он кончал, Юруфак, они сказали, это был двоечник, который пропускал занятия, ну, и так далее, и т.п. Но у них были советники забугорные, поэтому они на него справились. Больше того, значит, Ельцин привлёк к этому делу Батурина, это секретарь бы Совета Безопасности в то время, вот. И ещё привлёк некого олигарха, называется, звать его Мамут, Александр Мамут, потому что папа у него был большим кошельком и юристом, а Сашеньке нужно было пробивать дорогу. Если вдруг сорвался бы принятие этой Конституции, то можно было деньгами откупиться. Вот, значит, Шахрай, Алексеев, Батурин, Мамут, вот эти авторы под руководством западных спецслужб. Более того, значит, спецслужбисты сидели, и сейчас Владимир Владимирович уже в одном из своих, значит, обращений говорил, что они там ночевали и спали в Министерстве обороны, в Минюсте, в Министерстве иностранных дел и на предприятиях военно-промышленного комплекса. Это что это? То есть это было вмешательство в внутренние дела государства, очевидно, да? Поэтому, завершая вот эту, значит, эту работу, наверное... Ну, то есть работа предстоит большая по такому, как белых пятен в конституционном праве сегодня очень много. Очевидно это, более того, мы все прекрасно помним, как в начале 2000-х годов, уже когда Владимир Владимирович стал президентом, включалась тема о том, чтобы в Государственной Думе было принято по соответствующей процедуре решение о чем? О том, чтобы сделать конституционное совещание, собрание и попытаться легально изменить конституцию. Дума не пошла навстречу тогда президенту. Мы прекрасно помним, что она не пошла навстречу ему в вопросах и национализации Центробанка, причем и те партии, которые ныне сидят в Госдуме, тоже голосовали против. О чем это говорит? О том, что мы накануне серьезных перемен, да? Получается, все ждут перемен в лучшую сторону, потому что ситуация, если ее не изменять в лучшую сторону, она сама развивается только в худшую сторону. Ну я могу добавить опять вишенку на торте. Значит, предвидя эти события, творец где-то лет 40 назад запустил программу так называемых фиолетовых детей, то есть детей индига, они сейчас где-то уже в 40-летнем возрасте уже многие пробились в верхние эшелоны во всех сферах нашей деятельности, и эта почва уже подготовлена. Второе, что придумал творец, это он, наверное, мы уже где-то говорили, но, наверное, не грех как повторить, где-то лет 10 назад он уменьшил наше пространство, то есть что он сделал? Он уменьшил атомные весы водорода с единицы 0,07 до 0,98, сузив наше пространство до тех определенных пределов. И мои ученые мне в один голос стали говорить, Михаил Михайлович, ни один физический закон не работает, ни один химический закон не работает, ни один социальный закон не работает, что делать, что делать. А сердечный закон работает, сердечный. Так вот перемен требуют наши сердца. К лучшему перемен требуют наши сердца. А потому что в создании человека принимает участие трио. Папа 23 хромосомы, мама 23 хромосомы и Отец Небесный, который вселяет в тебя Святой Дух. И Святой Дух находится именно в сердце. А почему сердце? Вот вы не задали вопрос? Ну, я думаю, что эта тема такая уже не совсем по Конституции. Ее имеет смысл, наверное, более подробно коснуться, потому что качество человека, кто такой есть человек, это один из ключевых вопросов. И его имеет смысл, да, безусловно, обсудить более подробно. Ну что ж, большое вам спасибо за такой очень интересный рассказ, особенно за некоторые детали, то, что касается Конституции. И я думаю, что наш народ набьет в себе мудрость для того, чтобы выйти на именно те перемены, в том числе и конституционные, которые сделают нашу жизнь правильной, счастливой и благополучной. Спасибо вам за приглашение. Спасибо зрителям, что так долго слушали мои бредни. Я так по-другому их на или сказки, я их называю. Вот, ну, дай Бог. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Ой, сейчас надо репортаж прям. Девочки, всем спасибо.